всем привет было сегодня в магазине и купил хороший кусок мяса но погода скверная но а так как душа хочет праздника потому что рестораны все закрыты никуда толком не сходить но вы сами знаете почему поэтому я решил если магомед не может пойти в ресторан то пускай ресторан придет магомету супруга еще не знает сейчас я ее удивлю ну хотя ее уже ничем не удивить но я попытаюсь но не мог я сегодня пройти мимо такого чуда посмотрите какой прекрасный тамагавок он конечно мне не поместится в сковороду поэтому я часть кости отпилю к этому прекрасному мясу я приготовлю спаржу в духовке спарже подам я герцог и картофель к спарже и вместо соуса сегодня у меня будет взбитое сливочное масло с черемшой мясу соус чимичури это для жены ну а для меня деми глаз как все это готовится ссылки я оставлю у меня это есть все на канале желаю вам приятного просмотра мясо кусок очень толстый я его за два часа приготовления достал уже с холодильника сейчас обсушу отрежу кость и сразу посолю мясо я буду готовить через полчаса соль должна впитаться в мясо я не люблю обжаривать мясо и только после того как она запечатается его солить соль тогда внутрь не проникает я пресное мясо не люблю это у меня такая позиция если кто-то делает иначе это его право это его личное дело какое прекрасное мясо пошел отпиливать кость благо мне есть ножовка по металлу и присаливают мясо перед жаркой я мясо никогда не перчу потому что перец при той температуре при которой я буду обжаривать мясо он будет гореть просто смысла нет но я оставлю на полчасика срезать здесь я ничего не буду мне все нравится абсолютно все особенно вот эта прожилка жира ни в коем случае не удаляйте но если конечно вы только на диете сковорода уже хорошо прогрелась она уже дымит добавляю масло и начинаю обжаривать его со всех сторон мясо я запечатал и теперь я ему даю отдохнуть немного розмарина немного чесноку я не добавляю сразу при жарке потому что вы сами видите какая у меня сильная температура то есть все вот это она сгорит а вот в духовке она как раз прекрасно раскроется и пускай пока отдыхает ну дал я мясо буквально отдохнуть 10 минут не настолько сильно она и устала и вот сейчас я поперчу я скажу вам почему потому что потом когда его буду резать я могу об этом забыть проверено знаю ботанику отправляем на место так запечем пару помидорок черри их я предварительно взбрызнул маслом добавил немного сахару и добавил немного соли и теперь я буду доводить мясо до готовности в духовке вот этими способами зажал тут нажал тут помацал там я не пользуюсь я их применяю только если я наедине с супругой а так я пользуюсь термометром для мяса который точно скажет мне какая температура у меня внутри мяса значит я люблю мясо средней прожарки медиум между 54 градусами до 57 вот этот интервал в 3 градуса это мое мясо не трудно кому-либо что-то навязывать каждый должен определить для себя прожарку сам кстати для моей супруги это не очень я назвал вам свои критерии а далее вы думаете мясо я буду прогревать медленно при температуре 120 градусов наружной температуры до внутренней температуры 50 градусов затем температуру в духовке я увеличу до 200 и доведу мое мясо до температуры 54 градуса внутренней температуры теперь еще один важный момент чтобы вам понять насколько точен ваш термометр просто зажмите иглу двумя руками и он вам потихонечку покажут температуру вашего тела мой термометр показывает что она у меня 33 градуса я могу сказать смело что он брешет как не знаю кто вот и все поехали так ну и старт время пошло с ним я сейчас могу уйти спокойно в зал мясо будет готовиться без меня мне не нужно находиться на кухне часики тикают мясо готовится я весь в предвкушении и что-то я занервничал нужно принять успокоительное а тут так и до инфаркта недалеко но я конечно же шучу просто аперитив перед таким по моему мнению неплохим обедом просто необходим ваше здоровье друзья мясо пробовала мне в духовке 33 минуты и достигла температуры 50 градусов сейчас я его отправляю отдыхать ничем не накрываю она не должна у меня вспотеть а в это время я приготовлю спаржу спаржи понадобится 30 минут так как она у меня толстая при температуре 210 градусов попозже я отправлю сюда же и мясо и доведу все одновременно до полной готовности значит так друзья спаржу я готовил буквально 20 минут температуре 210 градусов и теперь я ее отправляю к мясу мясо у меня за эти 20 минут упала на 6 градусов я просто не хочу использовать две духовки потому что не у каждого из вас это есть поэтому я буду объяснять на одной духовке как все это подогреть отправляю обратно мясо и спаржу в духовку при температуре 200 градусов до того момента как мой томагавк достигнет 54 градуса внутренней температуры и буквально за 2 градуса до полного приготовления я сюда же в противень добавлю и картофель ему нужно только подогреться спаржа уже приготовилась а мясо еще нет поэтому я спаржу вынимаю и просто убираю в кастрюлю накрываю крышу и она у меня будет горячее пока не дойдет мясо мясо уже вот-вот приготовиться я начинаю подачу так обязательно маслечко вот и мясо готово посмотрите на этого красота картофель пока уберу в сторону ну и нарезаю мясо ну вот посмотрите друзья давайте пополам разрезу что было лучше видно вот посмотрите вот именно такую прожарку люблю я красота да и только это для супруги для неё соусом чимичури так ну это для меня так мне два помидора я не суеверный картофель ну и соус время глаз ну вот как то так но не знаю как вам а мне видео точнее мясо очень понравилось а если вам понравилось еще и видео непременно пишите ваши комментарии за что я буду благодарен а я вам желаю всего самого доброго и до новых видео